Всем привет! Индиан и Индианаполис на связи. Утро. 8 утра. Собираюсь на работу. Пятница. Надо съездить. Хоть когда-нибудь. Ну что ж, друзья мои, у меня к вам две новости. Я не выспался, ужас. Одна плохая, другая очень плохая. О, хорошо. Пар даже идет, морозит. Ну, с какой начать? С плохой или с очень плохой? Плохая новость заключается в том, что скоро все, кто вещает на ютубе, столкнутся с одной проблемой. С 1 января 2015 года вступает в силу закон. Мы вчера в конференции с русскоязычными блогерами. Ну, популярными, не буду говорить какими. Значит, обсуждали одну вещь, что с 1 января вступает закон в силу, что все, грубо говоря, компании, которые собирают информацию о хранении данных должна... Закон называется. Закон о хранении данных Российской Федерации. Значит, должны предоставить свои серверы в России, поставить их там. Соответственно, вчера посмотрели... Ну, начнем с Apple. Apple отказался ставить свои сервера в России, поэтому... Компания Apple, которая имеет программу iCloud, так называемое облако, при регистрации любого гаджета Apple, соответственно, нужно внести свои данные, чтобы попасть и вся информация. Она собирается в Калифорнии на центральном сервере. И, соответственно, они не собираются ставить в России свой сервер. Что следует из этого? Из этого следует, что не запустятся все телефоны и планшеты, потому что не будет работать по логике вещей. Вот я вчера прочитал, что пресс-секретарь компании Apple сказал, что они даже не собираются переносить сервера. И по логике вещей, значит, не будет работать iPhone, не будет работать iPad, потому что он не будет просто включаться. Российская Федерация запретит использование, потому что невозможно будет зарегистрироваться на iCloud. Соответственно, невозможно будет войти в операционную систему ОС. Сейчас воскликнут ура те, кто пользуется другими телефонами. Ну, воскликните ненадолго, секунд на 15. Соответственно, компания Twitter тоже не предоставит свои сервера в России. Facebook тоже принял решение не переносить никаких серверов в Российскую Федерацию. Ну и, соответственно, те, кто кричал 15 секунд назад ура, они сейчас тоже поймут, что они ошибаются. Не ура, а плачевно, товарищи. Потому что компания Google официально заявила, что она тоже не предоставляет никаких серверов и не будет ни брать в аренду никаких дата-центров. А все будет собираться в компании Google в Силиконовой долине. Вся информация, поэтому Android работать тоже не будет, потому что они тоже... У них такая же система регистрации. Мало того, самое плохое для меня лично, что канал Индиана ТВ потеряет практически 80% просмотров, потому что у меня очень много смотрят из России. А почему потеряет? Потому что компания Google, соответственно, заявляет, что не будет никаких серверов в России. И Gmail, соответственно, закрывается. А чтобы зарегистрировать YouTube, или чтобы зайти на YouTube, или чтобы разместить какое-то видео, то, соответственно, вот все эти русскоязычные блогеры, которые вчера общались со мной, они понимают, что если ты не можешь войти в Gmail, значит, ты не можешь войти в Google+, значит, ты не можешь войти и на YouTube. Ну все. На этом заканчивается вся русскоязычная деятельность блогеров с 1 января. И не надо закрывать YouTube, вот просто регистрация невозможна. Если сервера нет в России, соответственно, собирать данные нельзя на граждан Российской Федерации. Соответственно, раз нельзя, значит все. Это все закрывается. Также вчера компания eBay объявила официально, что они не смогли заключить договор с Почтой России, на что им тоже было сказано, что вы проводите регистрацию, соответственно, вы должны разместить сервер в Российской Федерации. Никто не собирается этих серверов размещать. Компания PayPal до сих пор не решила этот вопрос, но они там как бы решают, да, еще неизвестно. 50-50, может быть, они тоже уйдут из России, PayPal не будет, потому что для регистрации в PayPal нужно предоставить все биометрические данные. Соответственно, фамилия, имя, отчество и все остальное. Регистрацию, адрес. Вот. Это что касается плохой новости. Да, подытожим, что в конечном итоге, если все пойдет так, как оно сейчас написано, то с 1 января они там дают 15 дней, штрафуют на полмиллиона рублей. Надо будет решить этот вопрос. Кто не решит этот вопрос, Роскомнадзор просто закрывает эти порталы, сервера, сайты. Ну и, соответственно, для меня чем плохо, тем, что YouTube, именно канал Индиана ТВ, потеряет практически массу, большую массу своих просмотров. Ну и в том числе, например, я очень переживаю, что я не смогу смотреть Сергея Симонова, не смогу смотреть еще каких-то блогеров, которые вещают из Российской Федерации, потому что если не будет Gmail, они не войдут. Ну, Серега может выйти из положения, он может там из Черногории заливать все видео, и я его дальше буду смотреть с удовольствием. Серега, передаю тебе привет. Значит, следующее. Это была плохая новость, а теперь очень плохая новость. Она заключается в том, что вот никто... Шенгенские визы, да, там начали кричать. Американцы сидят и молчат. Но сам процесс, в чем заключается очень плохая новость. Сейчас у вас волосы дыбом встанут. Значит, чтобы заполнить документы на подачу на любую визу в американское посольство, нужно обязательно пройти полностью заполнение анкеты на сервере, на сайте, соответственно, американского посольства. И вся эта информация скапливается в одном месте. Со всех американских посольств в мире все, вся информация идет в одну точку. Она идет в центральный офис в Америке. Соответственно, здесь эта информация обрабатывается, и уже дается указание в обратную сторону в посольство делать какие-то решения. Давать визу, не давать, там, решать какие-то вопросы дополнительные и все остальное. Поэтому вот все, что касается выдачи американских виз, любых, любых виз, вы изначально процедура должна быть такая. Вы должны заполнить анкету, получить в электронном виде свою очередь, номер очереди, прийти и самое главное сдать отпечатки пальцев. И все это хранится на центральном сервере в Америке. Ситуация в следующем. Американское правительство не готово размещать серверы в Российской Федерации. Соответственно, вот все, кто обращаются в посольство в электронном виде, в посольство США в Российской Федерации, соответственно, они не смогут это сделать, и они не смогут пройти процедуру получения визы. Потому что нужно сначала заполнить анкету, получить, как я уже сказал, номер, прийти, сдать отпечатки пальцев и пройти собеседование, получить либо отказ, либо положительный результат. Соответственно, этого не будет. Потому что по закону они должны сервер поставить именно в посольстве России. Но никто этого делать даже не собирается. Я предполагаю, что они вернутся к началу 2000-х годов, когда это было все в бумажном виде. Ты получаешь бумажку, заполняешь эту бумажку, отправляешь ее по почте, ждешь результата по почте. Они могут сделать так. Они могут обойти просто электронный вид и вернуться обратно к каменному веку. Там голубиной почты или посылается гонец, который бежит и отвозит все эти документы. Это, конечно, плачевно. Я не знаю, пойдут ли они на эту бумажную работу, на эту бумажную рутину, и будут ли они обрабатывать это все вручную, забивать это в посольство и отправлять в Америку. Я думаю, нет. Им это не нужно. Я думаю, они даже париться не будут. Поэтому этот закон фактически запрещает получение американской визы, потому что у нее есть своя процедура. Сейчас уже нет там в очереди, не надо стоять. Все делается через сайт. А на сайте, соответственно, вы заполняете полностью все свои паспортные данные, фамилии, имя, отчество. Все-все-все-все-все. Поэтому это сбор информации, данных о гражданах Российской Федерации. А сервер в России стоять не будет. Ну вот из этого все вытекает. А самое интересное, о чем мы вчера просто договорились. Говорили, 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 и вдруг нас осенило. И сейчас вас осенит. Если этот закон вступит в силу в том виде, в котором он сейчас, то, что сервера должны находиться на территории Российской Федерации, всех компаний, грубо говоря, которые собирают информацию о гражданах Российской Федерации, то это автоматически отменяет лотерею грин-карт. Я объясню почему. Потому что сервер, который собирает информацию, он относится к государственным службам. У него домен .gov. Соответственно, все, что связано с заполнением анкеты на лотерею грин-карт в Российской Федерации, все сходится в одну точку в Америке. И если... А я точно понимаю, что никакая государственная организация американская с точкой гоф, с доменом, она даже не планирует ставить сервер в Российской Федерации. Соответственно, вы не сможете зайти на сайт лотереи грин-карт, и не сможете заполнить эту анкету, и вы не сможете получить результат, потому что сайт будет закрыт, потому что информация будет храниться только в Америке. Никакие сервера от лотереи грин-карты не поедут в Российскую Федерацию устанавливать их там. Ну и вот, знаете как, мы думали, что кто-то что-то будет запрещать, там, YouTube, Twitter, Facebook и все остальное, запрещать не надо. Нужно просто сделать такие условия, которые компании выполнить, ну, не то, что невозможно выполнить, они их просто физически не хотят выполнять. Ну вот на этом все и останавливается. Останавливается, как я уже сказал, Google останавливается, Apple останавливается, Facebook, Twitter, eBay, PayPal. Останавливается еще куча сайтов, там сейчас начинают кричать, что мы не сможем бронировать билеты, мы не сможем там выдавать шенгенские визы. Но самое главное, останавливается еще, и что не сможем выдавать американские визы, и останавливается еще лотерея грин-карт, потому что вы ничего не можете получить с информацией с этих сайтов, потому что они будут закрыты. Роскомнадзор их просто закроет, потому что нет сервера, а регистрация россиян идет на этих сайтах. Ну, в общем, вот такая информация с утра. Пойду я позавтракаю, поеду спокойно, съезжу на работу, до обеда поработаю, часов до 12, и приеду домой. А вы пишите, пишите в комментариях, что вы об этом думаете, и как мы будем выходить из этой ситуации, потому что я не представляю, как, например, если вы в 1 мая захотите проверить информацию о выигрыше лотереи грин-карт, вы заходите на сайт, а там будет написано «Роскомнадзор», сайт закрыл. Вот так. Или как, например, на ютубе будет вещать тот же блогер, у которого нет возможности выехать в Черногорье и заливать видео там. Если нет джимейла твоего, значит, ты не можешь войти на сайт ютуб. Все, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем не кашлять, не болеть, не переживать. Берегите себя и своих близких, и все у нас будет хорошо. Одевайте теплую шапочку, вот как у меня. И самое главное, не переживайте. Всем пока.